Так что это правда, да, что можно приехать и получить бесплатную консультацию? Это... Все приезжаете? Ну, честно, не верю, да. Как-то... Ладно, деньги потом отдашь. Договорились. Ну всё, всё. Физкульт, привет! Друзья, ученики, очередная подписчица из Ирландии прилетела проверить свою технику. Зовут её Ирина. Сегодня отработаем приседания, тяги. И на что ещё хватит времени? Как тебе, Флорида? Большая. Зал успела осмотреть наш? Или ещё не походила? Ещё не походила? Ну, это очень огромное и много таких тренажёров, что даже не видела. Заканчивай разминку. И пойдём, я уже приготовил штангу для приседа. Вот наша штанга. Ты делаешь экстензии и гиперэкстензии в своих тренировках? Нет. Почему? У нас их нет. Нет? Ни экстензии, ни гиперэкстензии? Нет. Это большая проблема, да, в нашем зале. Ну, надо как-то, значит, выходить, делать на лавке как-то. Ну, можно найти способ, на самом деле. Да, если знаешь правильную технику. Потому что если просто подделать, не знаешь, не знаю. Но если не делала, давай тогда попробуем. Тебе самой будет интересно. Вот у нас есть такой универсальный станок. Сейчас я тебе покажу. Он подходит и для того, чтобы выполнять экстензии, и для гиперэкстензии. Да, да, ноги выпрямляй. И вот смотри, видишь, как ты сейчас находишь, как тело параллельно с ногами. Выше не поднимаешься, а опускаешься внизко. Опускаешься туда низко. Чувствуешь, как растягивается мышца. То есть не поднимайся вверх. Вот, а здесь легкая пауза. Здесь легкая пауза, напрягаешь ягодицы и вниз туда. Вот, сделай как 15 раз. Даже интересно, вот, что есть залы в мире, Ирина, напомню, из Ирландии, где вообще даже станков для экстензии нет. Конечно, я шокирован таким заявлением. Но, так что, друзья, которые жалуются в России, в Украине, что у вас нет станков для гиперэкстензии, как видите, существуют места на планете, где нету даже станков для экстензии. Чуть помедленнее. Ирина, все хорошо, только чуть помедленнее. И вверху легкая пауза, напрягаешь ягодицы. Отдыхай. Знаешь, такое чувство появляться, как будто в поясницу ставили 2-4 акции. Мы не так больше не деменуруем эти мышцы, потому что они статические. Но здесь они как-то растягиваются. Когда ты делаешь потом прессы, ты делаешь тяги, у тебя уже пояснительные страхи. Там много крови. Кровь на полкре движется, а не детские мышцы. Сложнее было очень странно. Поэтому мы много спортсменов нашим. Заметно, что это не будет скидываться. Вы делаете ползать? Да, тоже. Я проюм. Надо перележать сюда жить. Здесь не только спортсменов, а здесь у нас такая погода. Давай еще разочек. Все хорошо, небось, не упадешь, здесь нереальный пластик. Попробую вверху и на руку. Поддержать вверху. Когда поднимешься, на выдохе выдах. Вниз, вдох. Вдох. Вверх, выдох. Здесь нужно работать именно вверху. Не напрягайте гиганичные мышцы. И когда пускаешься, не расслабляйте как резинку, пытаешься растянуть. С каждым повторением все больше и больше не такое. Напряжение. Не вниз, не падай, мышцы не опускайся. Не за счет силы притяжения. Очень важно во всех упражнениях понимать, что негативная фаза, она важнее даже позитивной. И нужно в негативной фазе. Стараться работать точно так же, как в позитивной. И нам выживание опускаться. Чувствуешь? Ага. Ну, отдохни еще разок, сделай. Чтобы прочувствовать вообще движение. Это очень важно. В принципе, можно, я не знаю, на боксе делать. На мячике иногда. Кстати, ты можешь сама себе купить большой. Знаешь, он в фитбол раз-два. Покупаешь реально большой, надуваешь его. И на нем можно делать капель с трензикой. Ноги на полу, скручиваешься, по мячу даже приятнее и удобнее, потому что ты именно скручивание делаешь тогда. А потом просто перекатилось. И делаешь все нормально. Ничего страшного. Давай еще разок. А вот попробуй сейчас сделать, поднимись. И представь, что ты качаешь пресс, то есть скручивание делаешь. Мы стоим в статике, да, и... А теперь обратно раскрутилось. Раскрутилось. Скрутилось. Скручивание пресса. Раскрутилось. Вот это второй вариант, по-моему. О, другой. Здесь уже не ходится в статике, не биться в бедрах. Чувствуешь, растягивается и работают только поясницы. Вот. Здесь как будто мячик у вас. Вот. Это совсем по-разному воздействию на мышцы. Переключая работу на бинцепс бедра и ягодичные, они встать, эти конкретно работают. А мышцы поясницы мы именно тянем, растягиваем. Вот так. Ну все, отдыхай. И попробуй сделать еще тогда дикое состояние. Здесь все, в принципе, еще площадь. Походим. Да. Держусь на письме удобно. Просто вы снимаете еще раз. Также спалки. А вы. В этом упражнении, конечно, в этом упражнении еще больше будешь чувствовать ягодицы. И вот это упражнение единственное, которое дикопрессионно воздействует на бозон. Оно очень полезно, если у тебя есть проблемы, здесь есть очень проблемы с подумашнением. Ты сейчас почувствуешь сама, если никогда не делала. Да, у тебя там сейчас прям огонь. Да, это било чувствую. Чувствую то, что никогда не работали эти мышцы. Да. Но я тебе скажу, что даже я постоянно их делаю. Я постоянно их делаю и, как называется, все равно когда хорошо поработаешь, у меня такие же ощущения. Кровь всегда приливает, ты всегда чувствуешь хорошую работу. И такое чувство, как будто ты уже прям накачала эту спину, а еще надо приседать. Многие думают, что это проблема. Нет, на самом деле это мы так застраховываем себя от травмы. Это большая проблема, да? Травмы, да. Это главное тренироваться без травм. Сохранять, улучшать здоровье. Ну попробуй. В принципе, это можно делать, друзья, и делают вот. Залезть? Нет, чуть-чуть прям просто держишься, да, руками. Подписчицы присылают. Девчонки вот более изобретательные, чем парни. На чем только не делают. Да, вот. И самое главное, поднимаем ноги до параллели с корпусом, не выше. Вверху легкая пауза, и вы почувствуете, как невероятно работают еще ваши ягодичные мышцы. Это очень-очень крутое упражнение, как для профилактики поясницы, так и для ее лечения. Если у вас есть какие-то проблемы, боли. Можно делать это на фитболе. У кого нет станков, друзья, купите себе домой большой-большой фитбол. Накачивайте его мощно. И вы, и вся ваша семья сможете качественно делать экстензии и гиперэкстензии. Нормалек? Ну, давай посмотрим, отдохни, как ты приседаешь, и будем корректировать технику тогда. Все правильно. Приседания должны быть любимым упражнением у всех. Это очень качественное упражнение, которое при грамотном подходе невероятно прокачивает бицепс бедра, ягодицы. Самое главное, что стойка должна быть широкой, носочки разведены в стороны и садиться глубоко. Если не садиться глубоко, будут работать преимущественно по грамотному подходу, а нам это не нужно. Ну, покажи сначала. Вес легкий. Лицом туда. Нормальная высота стоит? Давай, стоечку. Хорошо. Лопатки вместе. Вдохнула и на вдохе садишься. На выдохе встаешь. Почти в параллель. Нужно чуть пониже, и будет шикарно. Вот. Хорошо. Я вижу даже, как включается бицепс бедра. Молодец. Неплохо. Чуть пониже. Отлично. Коленки не распрямляешь вверху. Молодец. Вес. Вес у тебя на пятках. Хорошо отводишь таз назад. Неплохо. Единственное, у тебя только нужно поглубже садиться. У тебя хорошие антропометрические характеристики. У тебя не должно возникать проблем с глубоким приседом. Вот. Здесь лучше сделать качественнее. Меньше повторений, но качественнее. Вот, вот. В приседаниях, как и в сексе. Чем глубже, тем лучше, и чем качественнее, тем лучше. Количество не определяет качество. Хорошо. У тебя нет проблем с стерненькой. Все очень хорошо. Спасибо. 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 Очень хорошо. Иди с нас садись. Все хорошо. Будешь, да? Да. Небольшое. И всегда старайся по возможности хотя бы периодически снимать, что ты делаешь на видео. Потому что зная технику, ну вот так вот себя поставить, что я сделаю. А это незаконно. Нельзя и так переделать. Ну это незаконно. Потому что тебя не могут быть как бы это. Общественные действия нельзя заметить. Скажи, что ты положишь. Ну потому что, ну ты же можешь пройти, а ты там работаешь. Нет, не может. Потому что это нужно как бы. Потому что ты отслеживаешь субъективную. Или так по-другому. Когда ты... Мы со стороны себя не можем хорошо видеть. Поэтому когда ты пару раз сменишь и посмотришь, зная все это, ты сама у него вот здесь чуть-чуть корректируешься. Это работает лучше всего. Лучше даже, чем это работает. Ну вот это большая проблема. Потому что все, кто не учат профессионально приседают. Мы один раз показали. Да? Они потом звонят. И я уже... Я уже... Я уже... Матчок. Сначала неправильно ты уже смотришь. Это шок. И шок. Здесь инструктора. Вроде и грамотные люди все. Так. Лучше. Лучше. Нет. Лучше. Так что, друзья, работая с видеокамерой или снимая себя просто на телефон, вы сможете отработать свою технику лучше даже, чем работая с инструктором. Потому что, зная теорию, вы будете видеть мельчайшие свои ошибки. И сможете их уже у себя в уме исправлять. Лучше всего так работать. Вот хорошо. Молодец, Ирина, очень хорошо приседаешь. Приятно смотреть. Отлично. Выдох вверх на усилие. Почему еще нужно садиться на задержки дыхания? Это будет помогать вам держать поясницу прямой. Потому что шарик воздушный будет давить на диафрагму, вам сложнее будет круглить поясницу. Очень-очень хорошо. Молодец. Но мы сегодня не тренируемся, поэтому ты можешь закончить. Если есть силы, можем сделать еще подход или лучше поработаем на других упражнениях. Проконтролируемся. Лучше побольше. Тогда давай сейчас тягу посмотрим. Не надо. Да? Да. Тягу. Я работала в Смите. В свободный вес. Нет. В Смите лучше не работать вообще. Особенно для девушек нет ничего легнее работы в Смите. Да, но я выставляю ноги, это идет как можно дальше. Не важно. Лучше свободный вес. Так как поработает свободный вес, не проработает ни одна машина. Потому что в любой машине отключаются мышцы-стабилизаторы. А нам нужно, чем больше мышц включается в работу, тем нервная система воспринимает это как больший стресс. Включает больше нервов, подключается совершенно, соответственно, больше мышечных волокон и, соответственно, больше отдача в плане биохимии. Выбрасывается больше гормонов. Именно поэтому свободные веса имеют преимущество над любимыми машинами. Штанга, гантели – это наше все. В принципе, можно вообще, имея штангу, гантели, турники, брусья, больше ничего не нужно. Ну, давай посмотрим сейчас на твою тягу и будем ее по возможности корректировать. Так, это румынская, это не становая? 300. Давай сейчас пока… Не делаешь? Я делаю только румынскую, потому что это на пиццу, да? И на ягодицы. И на ягодицы. А становая, она идет на всю тягу? Ну, надо делать и те, и те. Румынскую тягу надо делать день, когда ты приседаешь, после приседа. А становую тягу нужно делать в другой тренировочный день, первым упражнением, как приседание. Давай подкорректируем. В принципе, ты нормально сделала стартовую позицию. Что я тогда сделаю? Эту, а потом… Румынскую продолжим пока? Да, а если нет, техника и нормально. Нет, давай посмотрим над румынской сначала, да. Но тоже нужно брать вес правильно, как для становой тяги. Спинку прогибаем, приседаемся и берем и кладем штангу так, не в наклоне. Хорошо, вот работай и слушай вот комментарии по технике. Основная ошибка девчонок в румынской тяге делает, то, что стараются делать наклон. Нет, здесь нужно уводить таз как можно дальше назад. За счет этого должен получаться наклон. И у тебя хорошо, вот штанга всегда скользит по ногам. Представьте, девчонки, что вы отталкиваете кого-то попой назад или хотите проломить стену. Хорошо, но не делай такой мощный рывок. Чуть помедленнее, плавнее. Вот. И больше, больше отклоняйся назад, даже вот так, да. Должно быть острое ощущение растяжения бицепса бедра. И не старайтесь наклониться очень низко. Уводите таз назад, будет получаться наклон. Опустились до середины голени голеностопа, этого достаточно. Не нужно стараться опуститься как можно ниже. Это переносит лишнюю нагрузку на вашу поясницу. И, в принципе, не имеет, как бы, никакого такого большого тренировочного эффекта. Гораздо правильнее сосредоточиться на технике, на уведение таза назад. Вот, хорошо. И... Вот, вот. Нужно ставить тоже все грамотно и правильно. Так что вот такие дела. Отдохни и попробуем тогда становую тягу. Становая тяга, это... Никогда не делала. Знаю, смотрела технику. Не, ну как ты делал? Ты вот, когда берешь вес и кладешь, у тебя становая тяга нормальная. Вот так и делаем. То же самое, что и присед, только у тебя штанга в руках. И я не опускаю, и на стою полностью, да? То есть села, встала, села. Грубо говоря, вот смотри, я покажу. Тоже подходим, касаемся сразу ногами. Беремся, опускаем таз. Проверила, что у тебя поясничка ровненькая, да? Досула. И не стараемся встать. А встану ее очень важно, как будто штанга приварена к полу. И нужно просто необходимо продавить пятками пол. И вот если хочешь сломать пол, тогда пойдет движение четкое, правильно. Вот, раз, опнилась. Не нужно сюда, тем более вот так вот. Остановились в легком наклоне. И так же по ногам и пошли. Раз. Когда вес не тяжелый, не опускаем и не касаемся. Если же вес уже тяжелый, вы работаете на каждом потоле, нужно опускать и каждое новое вокруг начинать как новое. Естественно, нужно использовать глянки, когда уже тяжелые, хорошие веса. Потому что не прокачать спину. И широчайшую, и тяги, и без глянки. Нет, нет, поначалу, это я на будущем говорю. Потому что когда будут серьезные веса, пальцы будут по-любому и быстрее, и становятся быстрее, чем ноги, спина. Ну, давай попробуем, Ирина, раз ты говоришь, никогда не делала тягу, тягу надо делать. Вдохнула, вот, хорошо. И садимся, как в присед с ровненькой спиной, вот. Тоже уводим таз назад. Хорошо, и чтобы коленки не стучали, чуть-чуть помогаем себе, то есть делаем и легкий наклон еще. Работаем во всех суставах, и в коленном, и в тазобедренном. Вот. Штанга всегда скользит по ногам, это залог правильной техники, того, что у вас не пострадает поясничка, и не нужно выпрямляться вверху тоже полностью, тем более отклоняться назад. Ну, неплохо отдыхаем, еще пару раз сделаем просто, чтобы никогда вот так не крутите головой по сторонам, когда выполняете, можно защемить шейный отдел, только всегда, потом уже все, да. Никогда, когда берете штангу, или когда уже в момент выполнения, нельзя смотреть по сторонам, кто пришел. Сюда зеркало, если снизить. Нет, нет, многие, нельзя, иначе можешь скручиться один раз, и так и остаться. Это очень опасно. Вот у нас получается, все свои зеркала так и с этой стороны. Зеркала – это бред. Мы не хочем технику проверить. Ты не проверишь все равно по зеркалу. Надо сосредоточиться на своих ощущениях, контролировать себя. Встала, проконтролировала, штанга касается тебя, ног внизу, таз опущен, поясничка прогнута, лопатки свела, вдохнула, давишь ногами пол. Можно даже закрыть глаза, надо сосредотачиваться на внутреннем своем боке. Не на то, как ты видишь себя в зеркале. Зеркала зачастую кривые. Опустилась, взяла, проверила, да, и ногами в пол. Хорошо. Ну, для того, кто никогда не делал тягу, вообще очень неплохо. Очень даже хорошо. Я думаю, что некоторые, тот, кто уже много делает тягу, не так хорошо ее выполняет технически. Отлично. Ну, хватит. Опять, видишь, смотришь в сторону. Вот. Для этого зеркала не нужно, нужен внутренний самоконтроль. Ирина, у нас из Ирландии, ты там преподаешь зумбу, да? Да, зумба-инструктор. Много людей интересуются зумбой? Да. Да, это популярно у нас, да. Сколько стоит у вас абонемент? Ну, это не абонемент, это разово ты платишь, да. А, разово? Это одно занятие, 5-6 евро, ну, разное. Понятно. Ну, значит, если ты ходишь три раза в неделю, к примеру, в неделю это где-то 15 долларов, да? Евро у нас. Ну, евро. В месяц выходит где-то 60 евро, да? Ну, не всегда ходят, у меня есть постоянные такие. Не-не, я имею в виду тот, кто ходит, к примеру, три раза в неделю. Обычно один раз ходит. Один раз и все? Потому что я делаю, я делаю каждый день классы, но в разных городах. У нас в Ирландии страна маленькая. Интересно. Города очень маленькие. А в тренажерном зале сколько у вас абонемент стоит? А в нашем тренажерном зале нет, Санкт-Петербурга. Раньше я делала абонемент. Нет, нет, нет. В тренажерный зал в Ирландии сколько стоит? Сейчас скажу. Ну, если полный, 580 евро годовой. А, годовой? Это включая бассейн. А если зал такой, без бассейна, просто тренажерный зал обычный, хороший? 560 евро. Это годовой. Угу, понятно. А если помесячно человек платит? Есть там разных... Одноразовые, по-моему, 8 евро из них, и вот один раз пришел. Понял, понял. Ну, бывают иногда скидки. Я вот последний купила, заплатила 280 евро. Ну, нет, да. Людям просто интересно в среднем так сколько. Что еще мы поработаем? Над чем ты хочешь? Какую технику проверить? Присед мы посмотрели. Отлично вообще присед. Румынская тоже хорошо. Становая без проблем, если будешь так же исти. Что-то... Я не очень работаю. Вот у нас тоже нету... Гравитрона? Да, гравитрона не нужен. Лучше всего работать, к примеру, в машине Смита выставляешь гриф и ноги на полу, и как на турнике, как в детстве девочки, помнишь, подтягиваешь. Чем ниже опускаешь, тем больше нагрузки. Никогда не... И так быстрее придет сила, ты быстрее сможешь на обычном турнике. На гравитроне обычно все сачкуют, и гравитрон не дает прироста силы, как бы получается бесполезное упражнение. Я делаю блок сверху тягу, да, это сложно. Не, скажи, что ты хочешь, чтобы мы посмотрели твою технику. В принципе, у нас есть любой тренажер. Пройдем, посмотрим. Ну, что-то... Для спины? Да. Правильно, да. Пойдем. Ну, еще я делаю бицепс, трицепс, но это тоже вот... Всегда я делаю бицепс по одной руке. Нет смысла... Только если делаешь сначала, к примеру, одну руку, а потом другую. А потом вторую. Да-да. Нельзя поочередно, нет смысла делать. Нет, я делаю блоки, да. Вот у нас есть блок для спины такой. У вас нету, что ли, такого, когда каждая рука отдельно? Как же вы тренируетесь? Как получается? 21 век на дворе. Ну, пойдем. Вот обычные кроссоверы, обычные блоки. Правда, у нас необычные ручки мы закупили, вот такие. Разные, да, варианты. И необычно, просто, нереально. Во-первых, я те веса, которые тягаю с лямками, я могу вот с помощью таких специальных, без лямок. Не видела никогда такие? И они есть разные, на разной ширине. Очень невероятно, прям почему-то бьет в широчайшие мышцы. Так, ну вот, такой блок обычный, наверное, который у вас есть. Да, самый обычный. Выставляй тогда себе, посмотрим. Надо ошибками. А, Джанет и Джоэль, да? Да, в Европе. Russian people ask me, where is Джанет? We want Джанет. Давай. Ты тяни, а мы посмотрим. За голову я вообще не рекомендую делать. Так, ну вот, первая ошибка. Очень широкий хват. Нет смысла увеличивается, укорачивается, вернее, амплитуда. В идеале, твои предплечья, когда ты опускаешь руки вниз, должны быть параллельны друг к другу. То есть, делаешь движение локтем. Не старайся потянуть рукоять. Здесь важно, чтобы прочувствовать широчайшую, свести лопатки вместе и сосредотачиваться на том, чтобы четко опустить локти вниз. Тогда мы с гарантией включаем широчайшую. Не нужно стараться опустить настолько низко, потому что там уже включаются бицепсы. Старайся не отклоняться назад. А вот я делаю с этим. Нет, когда мы отклоняемся назад, ну, сильно очень, то переносится нагрузка совершенно на другие мышцы. Нам это не нужно. Нужно четко, чтобы било широчайшее. Для этого нужно максимально ровно сидеть, представить, что вы зажаты между двух стенок. И если посмотреть на тебя вот в такой пропорции, то у тебя руки и корпус должны быть одинаковые. Вот попробуй опускать до носа. Не нужно к груди, потому что меняется. Опускай до уровня носа и сосредоточься на том, что у тебя сведены лопатки. Отключи руки, и ты почувствуешь, как сразу нагрузка переходит в широчайшую. То есть, вот если ты делаешь движение, вот, ты должна не тянуть, опускать локоть четко вниз и свести лопатки вместе. Когда у тебя сведены лопатки вместе, только тогда работает широчайшая. Если ты отклоняешься назад, не сводишь лопатки вместе, спина не работает. Работает что угодно, но не спина. Вот меня интересовал этот вопрос, потому что понимаешь... Хочешь прочувствовать в идеале, как должна быть техника? Сначала ляг на пол и имитируй это движение. Вот. И у тебя должно все касаться пола. Очень легко. Потом, следующий этап. Сядь возле стены и делай это движение. Запомни это, тренируй это у себя на подкорке, как знаешь, запишешь. И потом попробуй его воплотить уже в тренажере. Я так только приседы тренировала. И ты почувствуешь, насколько это совсем другое движение. 99% людей делает что угодно, но только не то, что нужно в этом упражнении. Да, я потому... Меня интересовала техника, потому что не видела я, особенно женщины, девушки. Да и парни тоже страдают. И так. Попробуй еще разочек. Вот такой хват, да? Хват, да, чуть шире плеч. Вот. Вдыхаешь и на выдохе четко опускаешь вниз, представляя, что опускаешь локти вниз и сводишь лопатки вместе. Но лопатки сводить вместе обязательно, не представлять. Вот, хорошо. Вот в таком положении ты будешь с гарантией уверена, что нагрузка бьет тебе именно в широчайшую. Вот, хорошо. Своди лопатку. И соскоточься именно на этих местах. Где я тебя держу. Руки полностью расслаблены. Это, конечно, сложно сделать, но это нужно. И вот эти места напрягаешь, а потом двигаешься. Большинство ошибок, что они двигаются и думают, что где напряжется. Но нужно четко знать, куда мы направляем нагрузку и прокачиваем. Вот, хорошо. Видишь, у тебя корпус ровный, руки в одной кладке, работают только с крестом. Да, хорошо. Отпихай. По-другому. Это абсолютно... А делаешь перезагаривание церковь? Нет? Тоже полезно, но хорошо. Не делаю, потому что у нас нет станка, у нас просто такой блок, ставим стек, убираемся ногами. Я не делаю. Нет, садишься, просто отстой, убираешься и не делаю, потому что у нас еще станок есть, когда отъеду на патру. И все. Не нужно уезжать из этой страны. Не чувствовала... То есть, иногда я, допустим, пробую, чувствую, что не чувствую мышцы, и не делаю. Что еще попробуем? Что у вас еще есть? Что ты делаешь? Куда пройдем? Вот я видела, Таня у вас тренируется. Да, да. Она делала там. Хочешь русские наклоны попробовать? Да, у нас тоже нет. До этого, честно тебе скажу, и в Америке-то только у меня в зале. У нас, видела, один парень в спортзале делает... Такой станок в тренажерном зале ты не встретишь. Обычно его покупают только грамотные люди, обычно, кто сам тренируется, если владелец зала, и в залы пауэрлифтинга. Потому что этот станок, он очень-очень простой, но это станок, который нереально даже за месяц увеличивает твой бицепс бедра, силу бицепса бедра. И его... Да, ты, может быть, даже и не сделаешь ни одного повторения. Он очень... С виду кажется, что легко, но на самом деле это очень сложно. Попробуй. Попробуй. Оценишь, скажешь, как тебе. Да. Держишь себя за бедра, можешь руки держать перед грудью, и пытаешься опуститься, насколько можешь, ниже, если можешь. Не трогайся, да? Нет. Опуститься и подняться. Просто-напросто попытаться опуститься и подняться. Вот скажу сразу, вот в таком положении ты не сделаешь. Это очень тяжело, это уже продвинутое. Наклонись сначала, сделай наклон. Ну, руками не держи себя. И вот в таком положении пытайся, так ты сможешь чуть-чуть поработать. Как-то мне кажется, что я неправильно... Здесь невозможно неправильно, не бойся. Да? Чтобы... И, да-да, наклонись. Чем ниже наклонишься, тем легче будет выполнять. Попробуй, насколько сможешь. Насколько сможешь попробуй делать. Не касайся. Наклонись, наклонись. Ты не наклонилась, ты стоишь ровно. Так нереально сделать. Вначале. Я не могу наклониться, потому что я напрягаю сток. Ну, все так напрягают. А, все так, да. Конечно. Наклонись, наклонись сначала. Просто наклон делай. Нет, нет. Прогнись в пояснице. Ирина, пока ничего не делай. Прогнись в пояснице просто. Нет, ты наклоняешься уже. Наклонись, наклонись, наклонись. Вот, из этого положения начинай. Чем больше наклон, тем легче делать. И обратно. Все, все, обратно. Именно. Вот. Видишь, ты опять выпрямилась. В выпрямленном состоянии самое сложное, самая сильная нагрузка. Вот. Когда ты наклонена, проще делать. Но тоже сложно и нагрузка бьет именно в мышцы. Чувствуешь, насколько вообще по-другому это все? Обязательно это нужно делать. Если такого станка нет, но переживать не нужно. Можно делать, чтобы партнер держал за ноги. На ковре, кстати. Можно делать в тяге для спины, повернуться. Девчонки делают как угодно. У нас девчонки этого не делают. Мальчик вот один делает. Видимо. Ну, нереально нагрузка бьет. Но я вам скажу, если делать это упражнение регулярно, за месяц вы уже сможете ниже наклоняться. И у меня вот девчонки, которые никогда вообще раньше не тренировались, сладенькие, они потихонечку-потихонечку начинают работать. И даже говорят, что когда ходят, уже чувствуют свои бицепсы, бедер. Им это очень нравится. Приятное ощущение. Ну, отдохни, отдохни чуть-чуть. Отдохни, еще раз попробуешь. Еще меня интересует просто какой-то самый оптимальный тренинг для девушки, для плеч, да? Передняя, задняя, дельта, средний пучок. Вот я делаю какие-то, но я не делаю много. В принципе, мне как бы не надо. Ну, на заднюю дельту с два лучших упражнения, это обратный пэк-дэк, вот станок, бабочка называется. Когда садишься в него, нету такого? Тогда просто берешь лавку, на которой делают жим гантелей, поднимаешь ее, ложишься грудью на лавку и разводишь руки в стороны. Шикарно бьет плечи. На средний пучок лучше всего жим стоя гантелей. Я делаю жим, но я... Не важно как, жим стоя. Так. И на передний пучок в принципе можно не работать отдельно. Нет, машины не нужны. Гантели. Раньше я делала... Это на передний, это на передний пучок только. Но тут тоже надо смотреть, чтобы не включалась... Если ты делаешь жимы, то в принципе передний пучок отдельно можно не прокачивать, только когда тренируешь окислительные мышечные волокна. А задний пучок я еще делаю по одной руке. А, ну да, в кроссовере можно. Но мне больше нравится, вот именно говорю, пэкдек обратный. Но самое лучшее бьет, вот когда ложишься вот так на лавку, разводишь руки в стороны, нереально раздувает плечи просто. Я так делала, сидя на лавке в наклоне. Наклон нельзя делать. Сидя в наклоне, это убивает поясницу сразу. Ляг. Расслабься, все мышцы расслаблены и работаешь только на плечи. И опять там есть техника, потому что, несмотря как еще руки разводить, ну что... Локоть должен идти вперед. Локоть вперед просто вот разводишь. Не закидывать назад, да, получается. Не сводить лопатки вместе. Вот грудь, запомни, и спина прокачиваются со сведенными вместе лопатками. Плечи ни в коем случае, надо наоборот следить, чтобы лопатки не сходились. Ну давай еще разочек попробуй здесь. Даже как-то оттопнула и не оттопнула. Ну конечно. Бусть стресса. Маш, а ты делаешь русские наклоны? Да. Тяжело, но надо. Поверь, это нереально просто тебе изменит. Три недели поясню. Причем, тренажером-то не назовешь, да? Два болта. Можно даже кого-то подставить. Да? Особенно если парень сзади держит. Ну пошли, я тебе покажу, как грамотно делать заднюю дельту. Кстати, нужно обязательно на тренировку носить воду, а лучше всего быца в нее добавлять. Вообще, если хочешь, чтобы у тебя было лучше всего восстановление, чтобы у тебя не разрушали мышечные волокна, то нужно принимать быца. И 20 грамм в сутки. По 5 грамм за раз. Вот не успели вам сейчас показать, девочка делала тягу, как раз таки неправильно, сильно отклоняясь назад. Такая вот у нас здесь зона отдыха. Это просто мечта. У нас есть рутоговорящие, ну вот парни из Литвы, да. Ты не видела, да? Вот посмотри, здесь у нас вот, там у нас зона для жимов, лежа. Здесь вот такая большая зона спина, грудь. Но мы еще не всю площадь открыли. У нас вот за той стеной, вот где приседания, зеркала, да? Там у нас еще 5 тысяч стерофитов. Мы еще откроем все чуть позже. А вот там у нас зона гантелей, куда мы и идем. Дамблзон. Здесь у нас вот телеки. Тут Густаво Баду, кстати, мой тренер, вот он, которого сейчас девочка поздравляла. Машина. Два раза был третьим на Мистер Олимпия. Это просто нереальный результат. Так, ну вот. Смотри, вот давай возьмем, к примеру, вот эту лавку. Подними ее. Такие лавки же у вас есть наверняка в заднем, надеюсь. Просто, просто ее... Ага, вверх. Она сама встанет. Не-не, вот на последнюю. Вот, отлично. Да, берешь гантельки вот по 5 фаундов. Возьми. Ложись. Я стараюсь ложиться, не знаю, как вам, девочкам. Стараюсь ложиться так, чтобы у меня начало грудных приходилось вот сюда. То есть, чтобы я грудью не лежал, неудобно. Дышать легче. То есть, ложишься повыше. Залезь повыше, ноги расстань. Вот. Руки поверни параллельно гантели друг к другу. Вот. Чуть согни. Согни в локтях. И вот теперь, поднимая локти вверх, разводи руки в стороны, не сводя лопатки вместе. В стороны. Во, хорошо. На выдохе. Вот. И сделай вот раз 12, и ты почувствуешь, насколько мощно у тебя прорабатывается именно задняя дельта. Она даже вот напрягается. Не сводим лопатки вместе, когда тренируем плечи. Отлично. 12-15 раз. Если будешь делать вверху еще такую легкую паузу, то усилишь воздействие. Ну как? Ты так делаешь, нет? Я делала... Ну не показывай, я понял. Ты садишься, наклоняешься. Запомните, когда вы стоите в наклоне, это самая большая нагрузка на позвоночник. Как только вы сели и наклонились, это в 200 раз увеличивает нагрузку на позвоночник. В 200. А если рассматривать такое положение, здесь вообще... Конечно. Зачем стоять в наклоне и излишнюю нагрузку на поясничный отдел позвоночника? Этого не нужно делать. Здесь ты легла и непосредственно сосредоточилась именно на работе. Здесь. Вот, хорошо. Сильно близко гантели внизу не нужно сводить и тем более касаться. Там нагрузка уходит уже. Лучше даже оставлять вот такое положение, чтобы мышцы не расслаблялись. Отлично. Делаете где-то 10-12 повторений. если вы девушка и прекрасно будут прорабатываться дельты. Вот даже ты делала, видно, как у тебя делится плечо. Ну, а насколько это рельеф виден, это уже вопрос питания. Здесь иногда бывают промашки. А я еще... Я делаю упражнение, да, тоже посмотрела. Для прорисовки именно как капельку. Трицепс? Трицепс? Да, да. Там техника... Так, но нужно разводить побольше в сторону. Есть в этом сезон? Ну, честно говоря, я не вижу в этом смысла. Тогда приходится пик именно сюда. Да, нет, нет. Лучше работать классически. Это упражнение больше похоже как бы на жим Арнольда. Лучше делать опуская. А лучше как делать? Если для дельт, то просто стоишь ровно. и находишь положение кистей, где суставу наиболее удобно. То есть, не обязательно держать параллельно или вперед. Находишь какое-то среднее положение, выжимаешь над головой и опускаешь до уровня ушей. Выжимаешь над головой, опускаешь до уровня ушей. Да, совершенно верно. Вот. тоже 12-15 повторений. И при этом движении нужно стараться, чтобы мизинчики были чуть выше, чем большие пальцы. То есть, гантели чуть-чуть наклонены к себе, получается. Вот. На протяжении всего движения. Это очень важный момент, чтобы нагрузка попадала тоже именно в дельту. и тоже нужно представлять в идеале, что ты зажата между двух стеночек, но здесь лопатки, напоминаю, сводить не нужно. Отлично. Для девчонок лучше всего, кто не может подтягиваться, а большинство подтягиваться не может работать ни в гравитроне, а именно вот машина смита есть сейчас практически в каждом приложенном зале. Выставляете на уровне примерно под грудью. Если тяжело, поднимаете выше. Если легко, опускаете ниже. И по мере того, как вы становитесь сильнее, опускаете все ниже и ниже. Нагрузка будет увеличиваться. И постепенно перейдете уже на турнир. Это лучше всего для спины широчайших и для бицепсов. Девчонкам не нужны сгибания. Работайте больше в таких упражнениях. Выполняется очень просто. Вы все в школе это делали. Выставляете, чтобы вы были примерно не в груди под грифом и на выдохе поднимаете, сводя лопатки вместе, грудь вперед. Выдох. Можно контролировать. Если подойти дальше, вот так, так полегче будет. Самое главное тянуться грудью, сводив лопатки вместе и выполнять движения именно локтями. Как будто вот приводите локти назад. Хотите себя лопатками, ой, локтями обнять. Попробуй. Какой хватит? Не-не, не-не, прямой. Ох, не знаю. Да-да. Ох, хорошо. Тебе, наверное, можно даже пониже опустить, да, будет потом? Да. Сама не опустишь, она тяжелая. Вот, на выдохе, раз. Именно старайся локти опустить вниз, а лопатки сжать вместе. Вот это лучшее упражнение для широчайших мыслей, для девочек. Ну, много и не нужно. Ну да, много и не нужно. Так что, вот, вот, вот дела. Это получается широким хватом, да? Нет, хват должен быть так, чтобы предплечье были параллельно друг другу, вверху. Везде такой хват. Если совсем уж тяжело, можно делать, конечно, и обратным хватом, тогда хват поуже. Так легче тогда, Так легче, да. Но хват поуже должен быть, не широкий. Такие вот у нас дела. Ну, как тебе что-нибудь? Все мои будут друзья, кто ходит в спортзал, мои коллеги обзавидовались. Подчеркнула что-нибудь новенькое? Да. Нюансы какие-нибудь, да? Ну, уровень, конечно, профессионализма новенькое, абсолютно. Выйдет видео на канале, ставь лайк. Обязательно. Еще какие-то комментарии передам комментарии. Обязательно, обязательно, да. Приезжай еще, а лучше переезжай, и клиентов будет больше здесь, все-таки, чем в пасмурной Ирландии. Еще вспомнил, жим ногами. Жим ногами это очень простое движение на самом деле. Вот сам станок. станок не такой. А какой? То есть он не так будет, а... Ну, не страшно, это, как бы, стандартные варианты разного исполнения станка. Смотри, что самое главное, жим ногами. разное положение ног. Жимы ногами, положение ног для девочек, широкое и высокое. Широко и высоко. И высоко. Опускать нужно настолько низко, насколько тебе позволяет, именно, чтобы таз и поясница не отрывались от лежака. Глубоко, но высоко стопы стоят и широко. А носочки тоже в стороны, как для приседа. Вот в таком положении это будет идеальная техника для девочек. В принципе, у меня есть видео о жимах ногами, вы можете посмотреть. Но самое главное в жиме ногами не отрывать поясницу и таз от этого и опускать пониже. Со временем это тоже показывает, у кого растяжка лучше, тот может опуститься ниже. Но если у вас сразу не получается достаточно низко опускать, тоже переживать не стоит, работаешь как можешь, со временем растяжка будет улучшаться. Но каждый вечер перед сном нужно делать растяжку на все тело. Обязательно. Ну я делаю в спортзале заминку, да, всегда. Ну да, после тренировки. Или отдельным днем еще могу пойти, если у меня свободный пол. Ну, вечером лучше всего. Идеальное время, как говорят медики для растяжки, это 10-12 часов после того, как ты проснулась. Как раз получается перед сном. После тренировки я вообще не рекомендую растягиваться тяжело, очень-очень легко и дозировано, потому что опасно. А вот вечером, когда пройдет какое-то время, можно. Но ни в коем случае нельзя растягиваться вообще перед тренировкой. Потому что это может с гарантией привести к серьезной тренировке. Или в процессе тренинга. Ну, элементарная просто это растяжка. Ну, что-нибудь такое легенькое разминочка такая, но не растяжка именно, знаешь, как хорошо потянуться. там это опасно. Ну, я не видела, что у нас с этим особо занимались. В принципе, много наблюдаю. Пришли, вот от входа сразу станку за гантели и вперед. Я очень рада, я просто в восторге от спортзала. Первый раз такое вижу. Да, вообще еще, если честно, не верится, что я все-таки добралась до Арландо. Это как-то спонтанно получилось. Молодец. Приеду, расскажу всем своим друзьям, друзителям, спортсменам, что побольше подключу на канал сеговорящих, чтобы писали, ставили лайки. Да, большое спасибо. Получила очень много информации по поводу тренинга. Спасибо за коррекцию. Спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал. Согласитесь.